Секущая плоскость и работа с ней в Lumion, но обо всем поподробнее. Всем привет, с вами JonikX. Перед нами главное окно программы. Для начала откроем один из предложенных полигонов. Когда полигон открыт, слева вкладка «Объекты», раздел «Наружные», папка «Здание в окне открытая библиотека». Для наглядного примера подойдет многоэтажное здание. После размещения здания во вкладке «Объекты» выбираем раздел «Дополнительные инструменты». «Clip Plane» – плоскость сечения. На полигоне появилась сетка с квадратом посередине. Двигая плоскость сечения по полигону, можно установить сторону, отвечающую за отсечение. Здесь это верхняя сторона плоскости. Разместим ее на крыше здания. Плоскость доступна для редактирования. Ее можно перемещать по горизонтали и вертикали. Вращать по трём осям. И масштабирует для охвата большей зоны полигона. Дополнительно к основным инструментам, справа появилось окно с настройками. Блокировка. Размещение на одном из представленных слоев. И рандомное расположение плоскости сечения на полигоне. Плоскость сечения есть, осталось ее применить. А выбор многоэтажного здания был сделан не случайно. С помощью плоскости сечения создадим возведение здания. Для этого справа жмем на кнопку видео. В новом окне запись. Жмем на добавить ключевой кадр камеры, чтобы создать ролик. Ролик готов. Слева кнопка FX, добавить эффект. Если отобразилась только часть эффектов, справа сверху активируем ползунок Показать. Все. Раздел Анимация. Расширенный переход. Слева от окна редактора появился эффект, в котором жмем на кнопку Редактировать. Конечно, можно было выбрать и эффект перемещать. Однако, расширенный переход больше адаптирован под разные сцены, где плоскость необходимо вращать и масштабировать. Ролик длительностью приблизительно 5 секунд. Поэтому первую секунду здания скрыто. А плоскость сечения не двигается. Смещаем плоскость сечения вниз. А чтобы зумировать точку плоскости сечения для последующего центрирования вида, правой кнопкой мыши дважды жмем на точку объекта. Это используется для плавного зуммирования. Двойное нажатие левой кнопкой мыши произведет резкую смену зума. Ставим ключевой кадр на отметке 0. Прокручиваем ползунок со временем на позицию 1. То есть 1 секунда. И ставим еще один ключевой кадр. Прокручиваем ползунок до 4 секунды. Используем инструмент вертикального смещения, чтобы разместить плоское сечение над зданием. В этот раз ключевой кадр по окончании размещения появится автоматически. Прокручиваем ползунок на пятую секунду. И ставим ключевой кадр. Готово. Смотрим на результат. Простая имитация произведения здания. Готово. На этом же урок подошел к концу. Понравилось видео? Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Остались вопросы? Пишите в комментариях, что вас интересует. Всем спасибо за внимание. И до скорых встреч.